Мне кажется, что 90% публики в зале успокоены нашими рассказами о том, что с производительностью нет проблем. Но я точно знаю, что есть 10%, у которых запрос на производительность в систему гораздо серьезней. 100 тысяч строк в сутки, заказы неравномерно распределены в течение рабочего дня. Что мы делаем в этом случае, Мария? Как мы контрактуемся, как мы вообще убеждаем клиента в том, что все это становится возможным? Таких клиентов на самом деле много. Это не единицы и не только 100 тысяч, более 100 тысяч строк обрабатываемых только на выход, на отгрузку. В принципе, такие клиенты заранее беспокоятся о производительности, о стабильности системы. И уже на этапе договора как раз-таки просят нас включить требования к производительности на конкретных операциях, чтобы это стало каким-то ключевым требованием при сдаче макет системы. Ну и, собственно, мы на это идем и в договор включаем эти требования, прописываем конкретное время отклика и так далее. Что, наверное, говорит о том, что у нас есть методология работы с системой в таких нагрузках. В принципе, в самой системе есть набор встроенных показателей уже достаточно давно, еще в предыдущем поколении системы, который позволяет анализировать производительность на ходу. То есть набор показателей, которые можно настроить и, соответственно, включать и анализировать эту нагрузку. К слову, мы, как компания Axelot, наверное, одна из первых на рынке 1С, которая стала предлагать технологический консалтинг как услугу. У нас для этого есть отдельно выделенная команда, поэтому, в общем-то, с вопросом производительности у нас все хорошо. И с решением вопросов производительности. Дмитрий, а вы знаете кого-то из этой команды? Кто этим занимается вообще? Про что идет речь? Ну, по системам ВМС, ТМС и так далее, этим занимаюсь я. Фактически, если рассматривать эту команду, нашу команду разработки ВМС-экс-5, то у нас все разработчики, которые участвуют в этом процессе, на данный момент имеют сертификацию 1С, 1С-эксперт по технологическим вопросам. Фактически, вся наша команда разработки может выступать и в вопросах консалтинга по повышению производительности различных систем на платформе 1С. Естественно, разрабатывая собственную систему ВМС-экс-5, мы все эти знания активно применяем. Более того, вот то, что Мария говорит, собираются показатели. Если мы начинаем проект именно по повышению производительности, мы всегда обсуждаем с клиентом целевые показатели, которые он хочет достичь. И, собственно, обычно достигаем. Мы используем классическую схему оценки производительности по такому системе, которая называется Абдекс, который фактически анализирует, какое число вызовов у вас удовлетворяет требуемой производительности и анализирует в цифрах, превращает показатели, отражает удовлетворенность системы в показателях. Если рассматривать ВМС-экс-5, то, как я уже говорил, мы пошли дальше. Мы не просто собираем показатели и не просто даем возможность анализировать техническим экспертам, администраторам эти показатели. Теперь сама система следит за этими показателями. И уже сама система может вас предупредить о том, что у вас становится хуже. Не надо ждать, когда станет хуже, когда это может сделать, сама система анализируя текущее поведение. То есть вы сейчас говорите о том, что компания научилась не только делать проекты по разгону чего-либо, но и научилась превентивно что-то рекомендовать и советовать своим заказчикам. Здорово. Вот про подход, про реализацию, про то, как сделаны кванты операции, как все там в СУБД мы разобрались, в общем-то понятно. Видно, что вы поработали. Но неизвестно.